всем привет вы на канале алчи и мы продолжаем осваивать программу для моделирования цифровых схем ddis сегодня в центре нашего внимания будут такие компоненты как аттенюатор сумматор и аналогоцифровой преобразователь а соберем мы из них и изучим на практическом примере настоящий цифровой фильтр первого порядка для начала давайте разберемся что же такое цифровой фильтр первого порядка если говорить просто то это алгоритм который обрабатывает цифровой сигнал например звук его называют фильтром первого порядка потому что для расчета нового значения выходного сигнала он использует только одно предыдущее значение как вы видите на слайде коэффициенты альфа и единицы минус альфа определяют насколько сильно каждый из этих компонентов влияет на результат по сути это простейший рекурсивный фильтр который обладает памятью о своем прошлом состоянии мы будем создавать фильтр нижних частот который пропускает сигналы с частотой ниже определенного порога и ослабляет все что выше ну а теперь приступим к сборке нашей схемы первым делом разместим в рабочей области ключевые компоненты начнем с аналога цифрового преобразователя или а цепэ в нашем проекте мы будем работать с 16 разрядными компонентами что обеспечит нам достаточную точность вычислений поэтому выбираем из библиотеки 16 разрядной а цепэ следом за ним нам понадобится и 16 разрядный цифроаналоговый преобразователь или цап мы уже знакомились с ним в одном из предыдущих выпусков нашего курса теперь перейдем к промежуточным элементам нам потребуется аттенюаторы это по сути управляемые умножители они позволяют масштабировать сигнал то есть изменять его амплитуду у аттенюатора два входа на вход d подается сигнал который нужно изменить его еще называют операндом а на вход c константа на которую этот сигнал будет умножен поскольку формуле нашего фильтра два коэффициента нам понадобится два аттенюатора разместим второй и дадим ему имя центральным элементом арифметической части схемы является сумматор выбираем также 16 разрядную версию правой кнопкой мыши развернем его в удобное для монтажа положения и установим на схеме и наконец нам нужен регистр для хранения того самого предыдущего значения выходного сигнала для этой цели отлично подойдет 16-разрядный регистр выберем для него нужную ориентацию теперь когда все основные компоненты на месте выровняем цап для аккуратности и можем приступать к соединениям но прежде установим константы с помощью которых мы будем задавать коэффициенты нашего фильтра разумеется они тоже должны быть 16 разрядными пришло время соединить все воедино для этого будем использовать шины с автоматическим определением размерности отлично структура обработки данных готова для полного контроля над процессом добавим два светодиодных индикатора на выходы сумматора один будет показывать переполнение оверфлоу а второй сигнал переноса carry out загорание индикатора переполнения будет говорить нам о неверном режиме работы и ошибках вычислениях а вот сигнал переноса в нашей конкретной схеме это нормальное рабочее явление поскольку наша схема синхронная ей необходим тактовый генератор или клок сразу же сделаем разводку тактового сигнала ко всем компонентам которые этого требуют ацп цап и регистру также нам понадобится сигнал сброса reset он нужен для того чтобы в самый первый момент времени все синхронные устройства ацп цап и регистр установились в начальное нулевое состояние да и не забудем подать тактовый сигнал на аналого цифровой преобразователь почти готова остались последние штрихи нужно подать логический ноль на вход переноса си нашего сумматора а также логическую единицу на вход разрешения работы и не был нашего регистра все схема полностью собрана чтобы ее запустить нам осталось определить значение наших констант давайте подробно рассмотрим как их можно рассчитать сначала нам нужно найти десятичное значение коэффициента альфа он рассчитывается по формуле который вы видите на экране в ней используется два параметра fs это частота дискретизации то есть как часто мы измеряем сигнал и fc это частота среза та самая граница которая отделяет пропускаемые частоты от подавляемых в нашем примере мы возьмем частоту дискретизации 10 килогерц и установим частоту среза на отметке 25 герц подставив эти значения в формулу мы получим что альфа примерно равна ноль целых пятнадцать тысячных а второй коэффициент один минус альфа соответственно ноль девятьсот восемьдесят пять тысячных теперь когда у нас есть десятичные дроби их нужно преобразовать формат понятный для симулятора дейц этот процесс называется преобразованием формат с фиксированной точкой компонент атонюатор в дейц работает 16 битные беззнаковыми числами в особом формате 0.15 это значит что для целой части числа бит не выделено совсем а все 15 бит используется для представления дробной части чтобы перевести нашу дробь в такой формат мы умножаем ее на масштабный коэффициент равный двум в пятнадцатой степени то есть 32 768 и округляем результат до целого для коэффициента альфа ноль целых пятнадцать сотых получаем 492 что в шестнадцатиричной системе выглядит как ноль один есть а для второго коэффициента ноль девятьсот восемьдесят пять тысячных получаем тридцать две тысячи двести семьдесят шесть что в шестнадцатиричной системе равно семье один четыре именно эти шестнадцатиричные значения мы и введем в наши блоки констант теперь когда значение параметра фильтра нам известны мы можем перенести их блоки констант на нашей схеме установим частоту тактового генератора на 10 килогерц запускаем симуляцию предварительно диц попросит сохранить проект и вот мы можем наблюдать за работой нашего фильтра мы видим как ацп генерирует синусоиду и это же форма повторяется на выходе цап давайте немного доработаем схему для большей наглядности подключим индикаторы шин данных прямо на выход ацп и на вход цап назовем их input и output теперь мы можем в реальном времени видеть как меняются биты входного и выходного сигналов заглянем в настройки а цп мы можем изменить частоту генерируемого сигнала обратите внимание на параметр сэмплов на период изначально стояла 1000 что довольно много давайте увеличим частоту сигнала в 10 раз и теперь на один период синусоиды будет приходится 100 отсчетов мы сразу же видим эти изменения на встроенном осциллографе присмотритесь у нас постоянно мигает индикатор переноса это происходит в те моменты когда входной сигнал становится отрицательным это связано с особенностями представления отрицательных чисел в двоичном коде оба старших разрядов входного и рекурсивного сигналов становится равны единице и их сложение неизбежно приводит к возникновению переноса за пределы разрядной сетки а теперь проведем самый интересный эксперимент давайте добавим к нашему чистому сигналу шум и немного уменьшим амплитуду чтобы избежать искажений из-за ограничений посмотрим насколько эффективно наш фильтр справится с задачи подавления шума напомню мы рассчитали его на частоту среза 25 герц сохраняем изменения и наблюдаем теперь на входе мы видим сигнал сильно искаженный шумом вот мы вывели его на осциллограф а теперь включим осциллограф для выходного сигнала разница очевидно выходной сигнал стал несравнимо чище мы практически не видим на нем шумовой составляющей хотя на входе амплитуда шума составляла целых 20 процентов от амплитуды самого сигнала легкое дрожание курсора на выходном осциллографе все же выдает остатки шума но тем не менее мы можем с уверенностью сказать наш фильтр отлично справляется со своей задачей на этом наш выпуск подошел к концу если вам понравилось это видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал этим вы поможете нам в распространении полезных знаний вы были на канале алчи до новых встреч